Видео создано при поддержке группы Underground Art. Здравствуйте, товарищи! Чтобы понять, о чем сейчас пойдет речь, стоит углубиться в историю. Заметил, что много интересных проектов начинается с почтового отделения. Все началось этим летом. Ко мне из Питера пришла довольно емкая посылочка. В целом, я знал, что там должно лежать. Но не все. Большая часть содержимого для меня оставалась сюрпризом. Самый настоящий лутбокс. Руки чешутся, поскорее бы его открыть. Ну, начнем. Посмотрим, что же ко мне тут пришло. Ну, во-первых, что бросается в глаза, это, конечно же, стикеры. Много-много наклеек. Какие-то я уже засветил в видосе с ночными похождениями. А какие-то вы еще не видели. Прикол в том, что этот стаф у меня уже довольно давно. И кое-что вы могли заметить в предыдущих роликах. Например, эту футболочку. Это мерч Ростика. Но губу особо не раскатываете. Таких в наличии уже нет. Помимо всего прочего, в пакете я нашел много приятных личных мелочей. Но самая главная вещь, ради которой мутилась эта посылка, вот она. Не знаю, как это по-научному называется, но я зову его Фартучек. Блин, если вы все еще не врубаетесь, что здесь происходит, тогда вы точно пропустили первую часть этой истории. Она находится на канале в маске. Там Ростислав Андреевич ее с нуля сшил собственными руками. Ну вот, подсказываю. Вещица не без прикола. Подъеб на каждом шагу. Что ж, значит не будем сворачивать с выбранного пути. Доведем ситуацию до абсурда. Хочу нанести на грудь изображение одного философа, которого у нас горячо любят в России. Мало того, что мужчина сильный. Еще вдобавок его светлые мысли широко шагают по просторам нашей Родины. Я подрезал одну цитатку из-под его пера. Пацану господь за брата. Старший, добрый и пиздатый. Великие слова великого человека. Повторю, эта композиция будет располагаться на груди, а на кармашках я отобью такие вот кнопочки. От Xbox 360. ЛТ слева, РТ справа. Некие ориентировочки. Но перед тем, как приступить к краске, сначала надо вырезать трафарет. Для разминочки начнем с текста. Все-таки короткие прямые линии вырезать намного проще, чем длинные изогнутые очертания лица. Поэтому пока не привыкнет рука, не войдет в ритм, так сказать. Порежем пока буковки. Дабы укрепить упарывающий эффект от жилета, а точнее от того, что изображено на нем. Усиливаем композицию древними рунами. Это Манец. Двадцатая руна старшего футарга. Руна Манец – это человек. Это я. Это то состояние, та исходная точка, в которой вы в данный момент находитесь. В этом случае она обращается к носителю этого жилета. Зафиксировали. А вот это уже Атал. Двадцать четвертая руна старшего рунического алфавита. Поможет он исследовать традиции, но при этом быть индивидуальным. Блин, тут в двух словах это не объяснишь. Короче, переходим к портрету. Я специально его сделал, не таким сложным. Всего три слоя. Как себя поведет краска на такой ткани, понятия не имею. Поэтому лучше перестраховаться и по возможности упростить работу без потери узнаваемости образа. Именно поэтому я довольно долго с этой пикчей провозился в фотошопе. И теперь стараюсь, вырезаю. Буду придерживаться тех же принципов, что и в обычном случае. Сколько уже сказано про этот процесс. Чувствую, что у меня скоро последние слова закончатся. И мы будем тупо скипать этот этап. Выборка подходит к концу и пора бужи покрасить наконец. Начинается самое интересное. Теперь все это дело нужно равномерно расположить на фартуке. Поверхность довольно неровная и подвижная. Поэтому для того, чтобы сделать ее более-менее плоской, все средства хороши. Хорошенько проглаживаю ткань. Складки нам будут только мешать. И чтобы этого не происходило, я заботливо пришпилил его кнопками к картону. Пришпилил в натяжечку. Все пока идет по плану, но я ввангую, что трафик поведет. Так как краска у нас на водной основе. У меня в руках очень интересный фрукт. Акрил для работы с тканью. Фирмы DeColo. Я ни разу не рисовал по ткани, поэтому для меня это будет первый опыт. Обычный акрил для тряпок не подходит. Отвалится после нескольких стирок. Поэтому существует красло специально для таких целей. И если задумали кастомизировать свою одежду, то вам обязательно понадобится такая красочка. В арт-квартале она есть. И при использовании моего промокода KADAMA Сможете урвать ее с 10% скидкой. О как. Пользуйтесь на здоровье. Я очень рад, что хоть как-то могу помочь вам в эти нелегкие времена. У меня имеется кое-какое разнообразие палитры. И я могу подобрать оптимальное сочетание цветов. Например, буквы будут у нас белые. По-моему, это без вариантов. Даже не могу представить более подходящего оттенка. Руны фиолетовые. Хотя на черном они будут не так заметны. Но в этом и прикол. Пусть провалятся на второй план. Вернемся к куркам. Кто шарит, обычно эти кнопки отвечают за руки. А здесь они для того, чтобы не забыть, как банки хватать. Прет меня символизм в последнее время. Причем, заметьте, руны относят нас к нашим предкам. К стародавним временам. А с ними по соседству символы нового поколения. Современные, но от этого не менее значимые в нынешнем мире. Люблю объединять вещи, которые на первый взгляд вообще не состыкуются. Как показывает практика, сейчас это очень действенный прием для создания чего-то новенького. Симбиоз похожих концепций. Весьма контрастных, но при этом гармонично смотрящихся друг с другом. Пока я тут пиздел, работа с трафаретом потихоньку подходит к концу. Наносится второй слой, и не ожидая полного высыхания, думаю, можно уже снимать трафарет. Посмотрим на результат первого этапа. Видно, что цвета недостаточно яркие. А это говорит только об одном. Кистями помазюкать придется тут на славу. В целом сносно. Но самая дрочь еще впереди. Вообще, чтобы вы понимали, один слой такой краски сохнет где-то сутки. Это одна из причин, почему на этот проект понадобилось столько времени. Надо было давать слоям просохнуть. А то это грозило смазанными пятнами, которые уже не перекрыть. Черного цвета у меня нет. Да и это не холст, в конце концов. Тут все немножко иначе. Сейчас я заряжаю добрую порцию таймлапса, но сначала предлагаю заценить еще немножечко пиздов от маэстро. На-на-на. На. Прекрасно. Теперь, глядя на жилет в целом, со всеми его элементами, можно сказать, что штука получилась весьма бодрая. На первый взгляд какая-то уж слишком разноплановая. Согласен, да в этом-то и вся и суть. Присмотревшись и изучив жилет поподробнее, можно найти его крайне жизнеутверждающим. В нем много юмора, много сильных образов и символов. Все это отлично взаимодействует с творческим процессом. А главное, это удобно. Сколько раз сталкивался с ситуацией, когда банок много, и они тупо мешаются под ногами. На. Тут набрал себе необходимый сет цветов. Не стоишь спокойненько, льешь. Вы не представляете, как я все-таки доволен тем, что этот проект реализовался. С него, можно сказать, и началась наша дружба с ростом. По плану он должен был выйти вообще самый первый, а не эта ночная вылазка. Скажу по секрету, да она вообще в планы не входила. Спонтанное мероприятие, но от этого не менее пиздатое. Если все еще не видели, то обязательно ознакомьтесь. Вот ссылочка. Еще одной фишечкой этого изделия будут шлиндики с изображением логотипов наших каналов, которые будут находиться на самых крайних карманах по разные стороны. С шитьем я, честно говоря, особо не дружу, поэтому доверил эту задачу Ксюшеньке. Просто замечательно, когда рядом есть женщины. Ну, бывает. Главное, чтобы все у нас получилось. Спасибо Росту за такую прекрасную совместочку. И если вы смотрели первую часть, то должны бы быть уже в курсе. Кстати говоря, мы разыгрываем получившийся жилет, и за него у нас скетч баттл. В описании будет ссылка на пост в ВК, и там будет альбом. В него надо будет залить ваш стилек. Классический скетч баттл. Пишем название команды Strap1. Можно в любом виде. Хоть Strap1, хоть Strap1. На баттл две недели, итоги на стриме. Второе и третье место также получат ништяки. Врубились. Скетч баттл. Давайте, народ. Постарайтесь так же, как и мы при крафте этого замечательного фарточка. Все условия смотрите в описании. Там все четко. По призам. Первое место. Жилет. Второе место. Это уже интересно. Кружечка с таким же самым принтом. Кстати, как вам? Хотели бы такую себе? Напишите в комментариях. Ну а третье место получат по стикерпаку. От меня и от в маске. Вот такие дела. Если вам понравился наш коллаб, то оцените обязательно. Лайком и комментарием. Для вас это простые действия, ну а для нас это продвижение. Это движение вперед по трубам Ютуба. К более широкой аудитории. Всех благодарю за просмотр. Участвуйте в зарубе по скетчам. И всего вам наилучшего. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...